Итальяно помидору. Все разобрали. Все дошло. Целое, не побитое. Песто Игорь уже взял. Будет сейчас с макаронами. Видали, ребятушки? Помидорчики. Наши доехали. Слава не стал снимать, но говорит, ничего не раздавилось и у него. Посылки были упакованы на совесть. Доброе утро, ребятушки. Гену я на проводе. Проверяю свою овощечистку. Надеюсь, что сегодня денек будет не такой на всю голову больной, как вчера был. Надеюсь. Но, ребята, она чистит хорошо. Она потому что новая у меня. Отлично. Хотелось бы сделать и суп и пирог. Но, наверное, на оба блюда мне, наверное, просто не хватит тыквы. В суп добавить побольше картошечки. Ну, сейчас посмотрю, как она себя поведет. Все зависит, какой у нее внутри карман. Если карман маленький, то, возможно, не хватит. А если карман большой, то будет она пустая. Сейчас сбегаю в магазинку, клюну. Где-то наш начальник пропал, ребята. Смотрю, вчера Стефаня кассы позакрывала. Пропало начальство. Куда он уехал? Непонятно. Как мы вот это? Сами себе начальники. А у меня вчера. Вчера Мишель осталась на час больше поработать. Говорит, мне просто жалко было Стефанию одну оставлять. Говорит, как налетели люди. Булочки. Я им докупила булочки. Она начала делать эти булочки. Она начала делать сэндвичи. Говорит, пила сэндвич, пила сэндвич. И вот, говорит, пришлось мне на часок задержаться. Ну, они такие, знаете, подружки. Так что кушают вместе потом. Поэтому ей как бы не напряг. А сегодня утром она опаздывала. Позвонила мне. Говорит, я на остановке автобуса нет. Я говорю, ладно, я тебе бриоши закину. Но сегодня людей как бы в зале нет. Поэтому киш да благодать. А я прибежала, потому что у меня товар весь позаканчивается. Понимаете? Прибежала чуть-чуть раньше поделать заказы. Это обычно перед праздниками. Начальство нема. Сейчас бы его загнало на оптовую закупить. А его нема. Пришлось заказывать другим. Закончилось все. И прошутто, и колбаски позаканчивались, и сырые позаканчивались. В общем, молочно-мясные продукты. О! Смотрите, как красиво я быстренько, тоненько. Причем, понимаете, я очистила эту тыкку. Вот почему, когда ты ее режешь, она такая твердая, а когда она отварится, становится такая мягкая. Ага. Ребята, ну-ка ты, покажи-ка ты нам свою сердцевинку. Нет, не хватит. Сердцевинка большая, поэтому тут получится только супчик. Ладно. А я размечталась. Надо было две покупать. Ну, ладно. Торт я сделаю... У меня есть фенхель. Правильно. Сделаю я из фенхеля свой обычный торт. Так что, начинаем. Начинаем. Вот такую гору фенхеля сделала. Его любят. Пусть будет, ребята, праздничный, зеленый. Единственное, что плохо, что он когда кипит, видите, края. Я сейчас ножичком аккуратненько немножко зачищу эти края. Вот так. Красота. А вкус? Всего 10 минут я его проварила. Раньше больше варила, сейчас оставляю целеньким. И сегодня у меня такое мясо будет на простей. Сейчас его немножко в масло обмакну. Соль, перчик и сделаем брачо ладимаяр. У меня на косточке, видите. А можно его вообще на сковородке. Да, сделать такой, знаете, медово-кислый соус к нему. Ну, это если по-нашему. По-итальянски это по-тругому. И сегодня у меня будет такая курочка Галинелла по-лигурийски. Вчера у меня был один пассажир. И он у нас просидел целый день. Такой, знаете, дядька, ну, где-то моего возраста, наверное. А я бегаю, зал убираю. А он меня подзывает к себе. Говорит, можно я тебе что-то скажу? Я говорю, ну, давай, говори. Говори, раз я уже тут. Он говорит, так приятно, говорит, у вас в зале находиться. Я говорю, чего бы это. Сейчас у меня суп выкипит. Кто не кипил, не кипил, тот закипит. Говорит, вы такие все культурные, так хорошо обслуживаете. А я уже уходила, а он еще был в зале, ребята. Говорит, а телефон, где можно зарядить? Я говорю, у нас только одна зарядка работает. Вот там, говорю. Возле выхода. Я ухожу, кухню закрываю. Он меня останавливает. И говорит, а ты, говорит, замужем? Я, говорит, в салоне работаю. У меня, говорит, свой отель. У меня, говорит, 14 человек подчиненных. Я говорю, понятно. Я говорю, если работу потеряем, можно к вам ехать. Он говорит, если я в следующий раз приеду, я, говорит, приеду с подарком. Я говорю, не надо. Вот такие вот, получается. Клиенты у нас бывают, представляете? Ну все, люди бы краешки зачистили. Лучше стало намного. Эстетика тоже должна быть. Ах, такой оранжевый. Сейчас покажу вам зал, ребята. В зале сегодня вообще никого. Смотрите. Тишина и покой. Это у нас обычное состояние зала. Представляете? После Нового года соус сварила свеженький. Вчера все, все повыгребали, все. Все пасты наварила, рис наварила. Завтра сделаю равьоли. Предпраздничный день. У нас же в субботу Рождество, ребята. А вы думали? В субботу уже Рождество католическое. В субботу барк закрыт, ресторан закрыт. Все закрыто. Я сначала сделаю пасту, потом к мясу приспал. Пришел дедушка, говорит, хочу печень. Я говорю, дорогой мой. Печень готовится быстро. Лук жарится долго, ребята. Если лук будет не пожаренный, он будет горький. Придаст горечи нашей печени. Нам надо, чтобы у нас лук был почти карамелизированный. Жарю, жарю. Стою над ним, плачу, плачу. Когда лука много, надо чуть-чуть сахара добавить, и он тогда быстрее закарамелизируется. А лука много. Больше, чем 2 килограмма лука. А печени мало. Такой вот обман у нас. Наверное, целый день проработала с поставщиками. То-того нет, то-того нет. Бегаю туда-сюда. Вроде людей нет. И я. Я не прикована. Хуже всего, когда на тебе очень много отрязанностей. Так, ну что, надо снимать. Бонев спию. Не хотите, чтобы печень стреляла? Не обволакивайте ее в муке. Муку потом добавить. Немножко цвет поменяют. Сначала вино, а потом муку. Видали? Ни разу не стрельнула. Вино испарилось. Ау, кусочек печенки сгорело. Ау, уходи, уходи. Не дыми. Думаю, что это у нас? Как на костре дымится. Возвращаем лук. И высыпаем в него печенку. Одной рукой. Бугу. Видали? Чуть-чуть водички. И все туда. Выключаем, накрываем. Печенка готова. Синь-синь. Оп. Две минуты под крышкой постояла. А, красавица какая. Все, снимаем. Иначе будет жесткая. Осталось пастой брачола, ребята. Все вместе зашурую свою брачолу. Обычное растительное масло, соль, перец, тимьян. А здесь сыр, панировочные сухари. Единственное, что она у меня на кости. А мне больше нравится, когда я сама нарезаю. Потому что тут много отхода косточка. Ну, когда я нарезаю, я еще мясо немножко отбиваю. Оно получается вообще суперское. Крошку эту надо хорошенько вдавить, чтобы она со всех сторон. Она придает вкус нашей брачоли. Сыр цвет, а крошка вкус. Можно петрушку добавлять в эту посыпку. Можно не добавлять. Тимьян уже есть, уже запах хороший. Некоторые еще хлебную крошку немножко поджаривают на сковороде. И она получается тогда, знаете, как бы укрупненная крошка. Тут уже есть такое в итальянской кухне. А я не заморачиваюсь. Смотрите, тут практически куча костей. Ну, что сделаешь. Такое мясо пришло. Надо вообще с поставщиками с нового года оговаривать цены. Цены поднялись капитально. Ребята, у нас меню как стоило 10 евро, так оно и стоит. У меня Сильвия говорит, ты поговорила Саву, чтобы он цены поднял. Я говорю, это я должна говорить. Или кто? Или есть начальство для этого, ты, например. В общем, представляете. То есть я еще должна решать поднимать цены в ресторане. Вы уж меня пробачите. Но всего я делать не буду. Так, бедный народ зажат уже со всех сторон. Куда им еще цены поднимать? Куда? Куда? Это мясо готовится очень быстро. 15 минут, сейчас 180 градусов ему. 15-17 минут, смотрю, позагорелось. Понимаете, все на глаз, никакого рецепта абсолютно нет. И оно потом стоит у меня на горячей поверхности. И горяченькое такое, оно как бы доходит, понимаете. Точно так же, как и печеночка стоит среди лука. Дозревает, созревает. Видите, немножко на два кусочка не хватило крошки. Не беда, сейчас добавим крошки, антушки. Сегодня, в принципе, и снимать-то было не когда. С этими поставщиками. Только включу телефон. Только. Одно сообщение. Второе. Отключаюсь. Отключаюсь. Даже не знаю, приехал молочник, не приехал. Наделала, Мишка, на завтра сэндвичи. Не наделала. Завтра у нас опять Тунис. Смотрите, если эта крошка остается, я ее не выпрошу. Завтра я в ней обваляю куриную грудку. За один день, хоть она и с сыром, с ней ничего не случится. Завтра сделаю куриную грудку в обвалке и начиним ее. А чем сами захотим, любыми травками. Это мне будет пробный вариант. Где-то от какого-то кусочка оторвался кусочек. Все. Можно было ее запетрушить. Можно его еще так чуть-чуть присыпать. И немножко маслицем. Так вот буквально каплику. Все. Духовочка. 17 минут. Смотрите, какая она получилась мягенькая. Раз. Видите? Отличная брачок. Ой. Горячая. Обычно никогда ничего не пробую. Видите? Разрывается прям. Потому что кусочек маленький. Хрустящая. И в меру соленая, и в меру перченая. Балдюш. Я уже как, как те, которые из Туниса, руками ем. Маленькая косточка. Какое-то блаженство. Ну, с меня, ну, знаете. Сейчас кухню домиваю. Я обед начинаю. Кому Виталий жить хорошо. Нашим пенсионерам. Видите? Старая. Счастная геркуло. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ладно, сегодня, потому что завтра с утра. Да, ладно, поехала я тогда за бензин. Кто как хочет, так и едет, понимаете? Вот тут он меня обогнал и уже пошел влево. Да мог бы и подождать, да? Да, ладно. Да, что-то солнце светит, ничего не видать. Ну, ладно, ребята, увидимся тогда завтра.